16 января состоялась первая встреча Владимира Путина и рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. На совещании президент России более подробно огласил свои предложения по возможным поправкам в Конституцию, которые ранее прозвучали в послании к Федеральному собранию. Выстраивание более тесной связки между парламентом и правительством, определение конституционного статуса Государственного совета, вопросы по укреплению социальных прав граждан и пенсионному обеспечению и другие. Смысл этих поправок обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий наших регионов в выработке важнейших решений в развитии нашего государства. Напомним, в состав рабочей группы вошли 75 политиков, законодателей, спортсменов, музыкантов, артистов, ученых и общественных деятелей. Особенное внимание Владимир Путин уделил представителям юридической сферы. Эта работа требует высочайшего правового юридического профессионализма, четкости, выверенности по сути каждого слова, каждые буквы, а может быть даже и каждой запятой. Нам нужно сохранить стройность нашей Конституции, единство ее правовой ткани. Среди юристов в рабочей группе также находится Евгений Султанов, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета Казанского федерального университета, который поделился своим предложением по поправкам в Конституции. Дело в том, что я хочу предложить внести в главу девятую Конституцию Российской Федерации, которая называется «Поправка и пересмотр Конституции Российской Федерации», новую статью, статью 138, посвященную дополнениям в Конституцию Российской Федерации. Дело в том, что у нас в Конституции Российской Федерации есть только пересмотр и поправки. Ну, есть изменения еще другие, но вот это основные пересмотры и поправки. И самая большая проблема, с которой мы вчера столкнулись и обсуждали, это проблема, что главу первую и главу вторую вообще нельзя трогать по нашей Конституции. Любые изменения, это называется пересмотр Конституции и требует вообще принятия новой Конституции. 17 января рабочая группа будет уже самостоятельно, без президента России, разрабатывать первые предложения по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Полина Романова, Универньюз.